Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры! Сегодня мы с вами рассмотрим способы выигрыша тремя дамками, дамки и шашки соперника. Данные способы подходят для поимки дамки, соперника и шашки, независимо от спортивного звания вашего соперника. То есть, неважно, против вас играет безразрядник или гроссмейстер, вы всегда будете побеждать своего соперника, если вы знаете данные боевые позиции, как их называют. Первая простейшая боевая позиция, когда шашка черных находится на поле H8. Белые строятся квадратом или так называемым домиком. То есть, видите, построились и на любой ход черных грызят поймать дамку черных в петлю и выиграть таким образом. То есть, если с этой стороны везде ловится дамка, если с этой стороны, уже с этой стороны ловим. Доска симметричная. То есть, ну, возможно, еще вот, допустим, была такая позиция, вот белые построились последним ходом, черные напали. Тогда мы закрываемся и на любой ход ловим дамку черных в петлю. Ну и то же самое с этой стороны, допустим, черные напали. Мы закрылись и на любой ход уже ловим дамку черных. Здесь проще всего черным, конечно, было отдать шашку на поле H8, таким образом, и заставить белых строить так называемый треугольник Петрова. Кто еще не знает, что такое треугольник Петрова, это способ выигрыша тремя дамками одинокой дамки соперника. Подсказочку на видео оставлю в крайнем правом углу. Какие еще есть позиции? Есть позиции, ну, еще вот интересная позиция, конечно, когда дамка черных располагается на поле H2. То есть дамка белых на поле G1 не дает стать шашки черных дамкой. Эта позиция является в общем случае ничейной, но есть некоторые позиции, когда дамка черных располагается на одном из полей косяка. Это так называемые позиции, позиция Кларка. Я также рассматривал эту позицию и можете посмотреть подсказочку, ссылочку на это видео, также в своем крайнем правом углу. В общем случае, конечно, если черные обороняются по линии верхнего тройника, это позиция ничейная. Ну, давайте теперь посмотрим выигрышные позиции. Если шашка черных располагается на поле А3, то какие возможны случаи? Ну, во-первых, на срединных полях, как видите, черные не могут оставаться, потому что белые пожертвуют свою дамку, одну из дамок, и тут же ловят шашку и дамку соперника. То есть, дамка черных должна располагаться на одном из бортовых полей. Ну, давайте рассмотрим. Если дамка черных располагается на поле С1, строим петлю ходом А на С3, и на любой ход дамка черных попадает в петлю. Белые побеждают. Если дамка черных располагается на поле А4, то мы побеждаем следующим образом. Отдали одну дамку, вторую дамку и выиграли. Все просто, ничего сложного. Если дамка черных располагается на поле А6, также отдали дамку, вторую дамку и срубили дамку с победой. Где еще может располагаться дамка черных? Ну, если на поле Д8, допустим, располагается, так же строим петлю, только уже вот с этой стороны. Пошли А на С5, и на любой ход дамки черных она попадает в петлю. То есть, ничего сложного, друзья, видите? Если дамка черных располагается на двойнике, либо на поле Б8, либо на поле H2, я советую всем применять вот следующий способ выигрыша. Я обычно вытесняю ее с двойника на любое поле, или косяка, так называемого, или тройника. И проще всего ловить. То есть, это в блице особенно помогает экономить время. Нельзя запутаться. То есть, черные вынуждены уйти. Ну, давайте в первом случае рассмотрим на косяк, допустим. Напали белые, черные ушли, белые заняли одно поле косяка. То есть, черные пытаются занять двойник, но белые не дают им. И куда бы черные не пошли, теперь дамка черных ловится. То есть, пошли сюда, допустим, сюда и сюда. Белые легко побеждают. Ну, если дамка, допустим, черных находится на поле H2. Ходим на B6 также. Черные сопротивляются. Делаем выжидательный ход по большой дороге дамкой. Ну, давайте пусть в этот раз черные уйдут на тройник. Напали, отошли, заняли бортовое поле, пытаются занять черные. Двойник белые вытесняют их. То есть, видите, из-за вот такого приема нельзя, так называемый шлагбаум. То есть, нельзя занимать срединные поля. Черные вынуждены уйти либо сюда, либо сюда. Если черные ушли сюда, отдали одну дамку, вторую и победили. Легко. Если же черные ушли на поле C1, ну, заняли поле G7. Можно C3. То есть, это мы уже видели. Также дамка черных ловится. Вот данное расположение белых дамок соответствует, так как доска симметричная, то есть, одинаковая, вот такому расположению белых дамок. То есть, если шашка черных располагается на поле F6, то надо занимать поля H8, D8, B8. Если шашка черных находится на поле H6, мы занимаем поля H2, H4 и H8. Все то же самое. Доска симметричная. Давайте теперь рассмотрим позицию, когда шашка черных располагается на поле A5. В этом случае, где могут, также опять срединые поля нельзя занимать, так как белые пожертвуют дамку и выиграют. То есть, обратите внимание. Ну, допустим, на поле C1. Если на поле C1, опять строим петлю и на любой ход черных, тут же дамка черных ловится в петлю. Где еще может располагаться дамка черных? Ну, допустим, на поле H4. Также быстрая ловля идет. Отдали, отдали. Выиграли. Так, на поле H6 в эту сторону отдали и сюда отдали. Выиграли. Так, на поле D8 строим также петлю. Сюда играем. То есть, на поле C7 нельзя нападать или из-за такого, или из-за такого хода. То есть, черные бьют и белые побеждают. Сюда также нельзя из-за того, что такой же прием. То есть, надо играть на H4. И тут белые опять ловят дамку черных в петлю. Так, какие еще остались нерассмотренными поля? Поля B8 и H2. Ну, в этом случае, если на поле B8 располагается, просто занимаем поле C5. То есть, срединные поля нельзя занимать черным. Из-за того, что белые пожертвуют дамку и поймают черных. То есть, надо играть на H2. И дамка черных уже тут погибает. То есть, ничего сложного. То же самое происходит, если дамка черных располагается на поле H2. То есть, сделаем выжидательный ход. Пусть им пошли сюда. То есть, опять срединные поля нельзя занимать из-за вот такого хода. Вынуждены играть на поле B8. Сходили на поле C5. То есть, выиграли темп. Черные A5 вынуждены занимать бортовое поле. И все, зажали черных с победой. Данная позиция соответствует вот такой позиции, когда шашка черных располагается на поле D8. То есть, все то же самое. И последняя позиция, которую мы сегодня рассмотрим. Когда шашка черных располагается на поле A7. Ну, где может располагаться дамка черных? Если на поле C1, играем на поле G7. Опять срединные поля нельзя занимать из-за такого хода. То есть, вынуждены нападать. И черные проигрывают. Отдали, отдали. Победили белые. Где еще может располагаться шашка черных? Ну, если на поле H4, то просто заняли поле E5. И обратите внимание, куда бы черные не пошли. То есть, если сюда, мы ловим сюда. На срединное поле опять нельзя останавливаться. Отдали. Побили. То есть, сюда тоже нельзя. Поймали. Тут же. И сюда нельзя. Тоже поймали тут же. Так, где еще может располагаться дамка? Ну, допустим, на поле H6. Опять занимаем поле E5. Пошли, допустим, на C1. И это мы уже видели. То есть, у черных остается единственный ход сюда. Срединные поля опять нельзя занимать. Отдали дамку. Вторую. И победили. Если на поле F8 располагаться, то играем на E5 опять. Уходят на H6. Пошли на F6. Сюда уже нельзя. Поймаем. Сюда тоже нельзя. Поймают. То есть, вынуждены играть только сюда. Залили G7 поле. Опять напали. Отдали. Отдали. Теперь, так, на поле D8, вот, надо запомнить, конечно, посложнее тут. Раз и навсегда надо запомнить. Но лучше, конечно, повторять. То есть, видите, черные грозят отдать шашку A7. А вот такой ход уже невозможен. Потому что отдадут дамку и займут большую дорогу. Эта позиция уже ничейная. То есть, тут надо играть аккуратно. Играем дамкой на поле C5. Теперь на H4 нельзя ходить из-за такой поимки дамки. Поэтому остается единственный ход на G5. Теперь играем дамкой на E5. Вот видите, тоже в линию выстроились как бы. Куда теперь играть черных? Ну, допустим, на поле C1. Тогда уже занимаем вот этой дамкой на большой дороге поле C3. Упустим, черные напали. Ушли на бортовое поле. И тут уже дамка ловится. То есть, таким образом белые побеждают. Куда еще могли уйти черные? Ну, в эту сторону, видите, нельзя уходить. Так как в петлю черные попадаются. То есть, только на C1 надо было уходить. Ну, после этого хода. Можно было еще, конечно, допустим, пойти так. Куда уходили черные? Ну, допустим, сюда уйти. Ну, тут то же самое, в принципе. То есть, пошли, допустим, сюда. Как играть черным? Сюда уже не пойдешь. На срединные поля не пойдешь. Ловится дамка сюда, сюда, сюда. И это мы уже видели неоднократно. Дамка ловится. Остались последние нерассмотренные поля. B8 и H2. Тут тоже в этой позиции надо знать, как правильно ловить дамку черных. То есть, когда дамка черных располагается на поле H2, белые играют вот таким интересным способом. То есть, играют дамкой, располагающейся на большой дороге на поле D4. Теперь у черных единственный ход. На поле B8, то есть, сюда не пойдешь, дамка ловится. На срединные поля не пойдешь из-за такого хода. Побили, побили. То есть, только на B8. И теперь белые, друзья, обратите внимание, уходят с большой дороги. Неожиданный ход для черных. То есть, обратите внимание, большую дорогу нельзя занимать. Срединные поля любые из-за отдачи дамки белых. И белые побеждают. То есть, шашку тоже нельзя отдавать. Вроде бы, кажется, белые побьют сюда. Черные закончат партию в ничью. Но, на самом деле, белые, конечно, побьют в эту сторону. И также победят. То есть, у черных остается только единственный ход на поле H2. Теперь белые играют AB6. Сюда нельзя играть. Из-за простейшей ловли на срединные поля тоже нельзя. Ой, прошу прощения. Вот таким образом. И белые побеждают. Остается играть только на поле B8. Ну и тут же дамка черных ловится. Белые побеждают. Осталось нерассмотренным последнее поле. Поле B8. Ну, тут выигрываем темп за белых. То есть, делаем выжидательный ход на любое поле, в принципе. То есть, белые грозят. Поймать дамку черных, если она будет останавливаться на срединных полях. Поэтому она вынуждена играть на поле H2. Ну и то же самое это мы уже видели. Занимаем поле D4. Черные вынуждены играть на B8. На C5. Опять, видите, нельзя из-за ловли. Отдавать нельзя из-за такого. Вынуждены уйти на H2. Играем АБ6. И дамки черных не остается ходов. Белые побеждают. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели так называемые боевые позиции. Способы ловли тремя дамками сильнейшей стороны. Дамки и шашки соперника. Данные позиции соответствуют ловле дамки и в русских шашках, и в чекерс, и... Ну, короче говоря, во всех видах шашек вот можно победить данным образом. И в бразильские шашки. То есть... То есть, это позиции универсальные. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал, если вам понравилось данное видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok